Закончим наш цикл работы с корпоративными клиентами. История о том, как подогревать отношения с клиентами, как разогревать желание работать именно с вами. Мы на предыдущих этапах поговорили о том, как найти клиента, вычислить конкретного человека внутри компании, познакомиться с ним, каким образом встать с ним на одну ступеньку, стать с ним равными для того, чтобы он захотел с нами разговаривать. Но, как мы понимаем, начиная разговаривать с корпоративным клиентом или приходя к корпоративному клиенту, мы чаще всего упираемся в ситуацию, что сейчас пока бюджета нет и действительно его нет, деньги сейчас не тратятся. Или сейчас действует какой-то контракт, или пока еще не принято решение о какой-то реструктуризации, о изменении каких-нибудь производственных процессов. В общем, пока вам некуда вписываться. И это объективно так, это не является какой-то отмазкой этого клиента, просто сейчас компания не готова. И нам нужно разогревать отношения. Возможно, сейчас история складывается с тем, что нужно привлечь других людей к решению вопроса, что нужно найти какие-то деньги на выделение бюджета, нужно согласовать какие-то документы или сопоставить, или провести какие-то исследования. В общем, процесс может надолго откладываться. Как сделать таким образом, чтобы клиент вас не забыл, чтобы он не остыл после вашего первого предложения, чтобы те действия, которые совершили вы во время знакомства, продали себя, продали свою команду, продали свой продукт, чтобы он продолжал хотеть его купить. Сегодня речь именно об этом. Я не буду останавливаться на себе. Все это вы уже и так про меня знаете. Как всегда, заторможу немножко на слайде, по которому вы можете запросить презентацию сегодняшнюю и дополнительные материалы к ней. Про вопросы вы уже знаете. Надеюсь, что к сегодняшнему вебинару вы подошли с записанными вопросами, на которые вы хотите найти ответы. И тогда у вас будет работать синтез знаний того, что я вам рассказываю, того, что вы раньше знали. И на стыке этих двух информационных полей будут рождаться новые идеи. Итак, к разогреванию контактов. Понятно, что когда мы приходим к клиенту, когда мы пытаемся продолжить с ним разговор, выходя с ним очередной раз на контакт, пытаясь завязаться с ним еще раз и еще раз, отправляя ему какие-то письма и сообщения, у нас есть реальная потребность. Это реальная потребность конкретного охотника. Мы пытаемся собрать информацию об ОПРах, мы пытаемся убедить их, чтобы рассмотрели наши сметы, мы уточняем условия поставок, мы пытаемся найти нужных людей, выяснить, кто принимает решения, выяснить, как планируются закупки, какие документы нужны. В общем, мы все время нашему собеседнику задаем вопросы с позиции «дай мне что-нибудь». Мы все время у него просим информацию. Вообще-то это нормально. Нам это нужно для того, чтобы сделка состоялась. Но подобная охота за клиентом, подобная охота за его решениями, за его ресурсами, за его временем, за его вниманием, она воспринимается им как попытка ему продать товар, который еще ему не нужен, или попытка оказать услугу, к которой он еще не готов. Мы его так вот запихиваем в нашу сделку, а он ей сопротивляется. И, естественно, его реакция. Меня вот тут вот нет, оставьте меня, я в домике, я спрятался. Корпоративные клиенты ограждаются от влияния продавцов, от тех самых семи-десяти контактов, которые нужно совершить для того, чтобы сделка состоялась. Но нам-то как его надо найти? Поэтому нужно включать правила обмена, о котором мы говорили на предыдущем вебинаре, когда клиенту нужно что-то сначала отдать, прежде чем у него что-то попросить. Нам нужно прийти с позиции отдающего. Проблема в чем? В том, что когда мы приходим с позиции отдающего, рождается естественное возражение. Хороший человек — это не профессия. То есть когда мы чем-то делимся, мы тем самым забываем, что нам что-то нужно взять. Мы превращаемся в такого вот светящегося, святого, блаженного, которому ничего не надо. А где же сделки? Поэтому этой проблемой нужно выходить. Вторая проблема, которая есть, это вот эта диаграмма, которую вы все хорошо знаете, когда мы предлагаем клиенту выбирать что-то, какие-то два пункта между качественно, быстро и дешево. Шутники в интернете добавили еще кружочек бесплатный, посмотрите, что появилось на пересечении быстро, качественно, бесплатно. Убей себя. Ну, в общем-то, мы понимаем, что вроде логично. Выбирай какие-то два из трех, и будет нормально работать. Проблема в том, что интернет и окружающая среда нас всех избаловали, и клиенты уже не хотят выбирать, даже точнее их мозг не хочет выбирать какие-то два пункта из трех. Ему нужно одновременно, немедленно вместо быстро, идеально вместо качественно, и бесплатно вместо дешево. И вот этот вот бесплатно, это является первым шагом к тому, что вы можете сделать, к тому, что вы можете отдать. Вы можете что-то отдать быстро, качественно и бесплатно. И вот в этой зоне, там, где шутники в интернете написали «убей себя», появляется смежное соседнее «продать дорого». Быстро, качественно и дорого, если вы что-то смогли сначала отдать. Но даже проблема не в этой шутке, а в том, как к этой шутке относится большинство менеджеров по работе с клиентами. Когда я искал эту картинку для презентации, поиск Яндекса мне выдал массу вариаций этой картинки, перерисованные самыми разными дизайнерами, как инструкция по работе с клиентами, памятка заказчику. Если мы с такой позиции подходим, мы отрубаем себе все пути к тому, чтобы вставать в позицию отдающего. Но, как я уже говорил, позиция отдающего кажется не самой лучшей. В книге Адама Гранта «Братья Илья отдавать», которую я настойчиво рекомендую к прочтению, рассматриваются три модели поведения людей. Отдающие, обменивающие и берущие. Адам Грант резонно замечает, что внизу лестницы социального успеха находятся отдающие. Те, кто все от себя, те какие-то вот такие альтруисты, которым ничего не нужно. В середине лестницы социального успеха находятся обменивающие. Ты мне, я тебе. В общем-то, нормальное поведение. И наверху находятся берущие, которые по головам, все в дом, все себе. Но Адам Грант делает следующее замечание, что над отдающими еще выше, над берущими еще выше находятся снова отдающие. И в этой книге он разбирает то, что отличает отдающих внизу лестницы социального успеха от отдающих на ее вершине. Как они себя ведут? Что они делают? Каким отдающим продавцом нужно быть для того, чтобы заключать большие сделки, для того, чтобы привлекать больших клиентов, для того, чтобы удерживать внимание на себе? Прочитайте очень много хороших принципов, которые я рекомендую к внедрению в жизнь. И еще один момент, который нужно понять, что среди семи навыков высокоэффективных людей Стивен Кови описывает позицию сначала понять, потом объяснить. То есть для эффективного взаимодействия между людьми ты сначала должен встать на позицию другого человека, и только потом ты получаешь право что-то ему рассказать. Сначала ты должен его понять, потом что-то объяснить. Сначала ты ему должен что-то отдать, потом что-то взять. И только тогда начинают эффективно развиваться отношения. Для того, чтобы что-то эффективно отдавать, для того, чтобы наши желания охотника, которые спрятаны в наших действиях или которые управляют нашими действиями, мы должны сделать упаковку, которая будет что-то отдавать полезное нашему клиенту, то, что он захочет взять, нашему собеседнику, чтобы каждый наш контакт, с которым мы выходим на связь, чтобы каждый наш вопрос, который мы хотим задать, начинался прежде всего с предложения. Обычно упаковка это то, что люди выбрасывают, но в случае с корпоративными продажами упаковка, которую вы отдаете, является какой-то ценностью, которая нужна вашему корпоративному клиенту, вашему собеседнику, а внутри этой упаковки лежит ваш запрос, ваше желание, но вы можете его задать только после того, когда клиент посмотрит на упаковку, скажет, да, это мне надо, заберет, распакует, ну, и отреагирует на то, что вы попросили. Итак, какие могут быть упаковки для запросов? Мы сейчас будем рассказывать про них, я буду рассказывать самые разные кейсы, приводить примеры, возможно, вы захотите сказать, что, ну, это я и так знаю, это мы и так делаем. Вот прежде чем ответить себе, что это мы и так делаем, сначала проверьте себя по этому чек-листу. Есть ли у вас в компании инструкция, чтобы это делалось, как люди обучаются делать это или как вы обучаете системы это делать, кто в компании отвечает, чтобы это делали все, или хотя бы ответственные люди, или хотя бы ответственные системы, на кого возлагается ответственность, как вы проверяете, как руководитель, что это делается, а не спускается на тормозах или не забывается. И что вы сделаете? Есть ли какие-то конкретные взыскания, есть ли какие-то конкретные наказания для людей, которые ответственны это делать, но выяснилось, что они это не сделали? До тех пор, пока вы на все эти пять пунктов не ответите «да», вы не можете утверждать, что в вашей компании что-то делается. Вот когда все скажете «да», 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 это значит делается, эффективно работает, и вы этим пользуетесь. Еще один момент с деланием, который возникает, это вопрос к тому, а так ли мы вообще все это делаем. Давайте посмотрим, что я имею в виду. Под одними и теми же действиями, например, отправка письма, разговор с человеком, отправка сообщения, задавание вопроса или поздравление его с каким-то праздником, или любой контакт, или любое некоммерческое касание клиента, мы, возможно, в том или ином виде уже пробовали, мы уже, возможно, о нем слышали, и, возможно, мы не получили результата, попробовав. Возможно, мы находимся в позиции первого потребителя картошки, который ел ее ягоды и говорил, что это редкостная гадость, который пытался съесть ботву и говорил, что это невкусно, не добираясь до клубней. Возможно, в каком-то действии, о которых мы сейчас будем говорить, вы лопаете зеленые картофельные ягоды, вместо того, чтобы выкопать какую-то полезную, выкопать какой-то полезный клубень. То, что это не сработало у вас, не обозначает, что это не работает у всех. Если у других работает, значит, возможно, они что-то по-другому делают. Попробуйте присмотреться и понять, как это будет работать на вас. Как это будет работать на вас таким образом, чтобы клиент, к которому вы пришли, не посмотрел на вас подобным взглядом и не сказал, кто такой, давай, до свидания. Чтобы он захотел с вами продолжать разговор, чтобы ваше касание вызвало у него положительную реакцию. Чтобы каждое ваше касание, чтобы каждый ваш запрос, упакованный внутрь полезного подарка, разогревал ваше отношение и подогревал интерес к вашему предложению. Для того, чтобы запустить этот процесс правильно, нужно вспомнить правило дружбы, которое запускает два когнитивных эффекта. Первый когнитивный эффект, который запускает формула дружбы, первый когнитивный эффект, который запускается разогревающими касаниями, это формула дружбы, о которой рассказали агенты ЦРУ, описывая порядок вербовки и перевербовки агентов вражеских специальных служб. Они утверждают, что с нами дружит не человек, с нами дружит его мозг. А мозг дружит с тем объектом, который достаточно часто появляется в его поле зрения, который достаточно продолжительное время появляется в его поле зрения и при этом вызывает достаточно положительные эмоции. Чем чаще, дольше и чем положительнее мы появляемся в поле зрения своего клиента, тем быстрее его мозг начинает нас считать сначала безопасными, потом интересными, потом любопытными, а затем и дружелюбными. И второй когнитивный эффект, описывал Дэниэль Каннеман в своей книге «Думай, медленно, решай, быстро» — когнитивная легкость. О чем она говорит? О том, что наш мозг легче принимает положительное решение относительно объекта, который нам больше знаком. Он описывал это одним опытом в региональной газете, в которой среди объявлений начали печатать несуществующее слово. Вот просто в рамочке несуществующее слово, ни номера телефона, ни адреса, никаких действий, просто слово. И так несколько месяцев подряд. А затем читателям газеты дали анкету, которая никак с этим словом напрямую связана не была. Она рассказывала, спрашивали о различных публикациях, о их отношениях и о экономике. Среди всего прочего был вопрос, который спрашивал их мнение о потенциальном росте или падении акций известных компаний. Был приведен список компаний и попросили их предположить, какие акции, акции каких компаний в ближайшее время вырастут, акции каких компаний в ближайшее время упадут. Так вот, большинство читателей этому неизвестному слову, которое было включено в список компаний, поставили положительный прогноз. Они не знали, что это за слово, они не знали, что за компания, чем она занимается, но большинство сказали, что акции этой компании вырастут. Когнитивная легкость. Они дают положительный прогноз, мозг дает положительный прогноз тому, с чем он знаком. Ваши касания, ваши разогревания должны приводить к тому, чтобы вы стали знакомым мозгу вашего клиента и чтобы у него включилась формула дружбы. Что это вам даст? Это вам даст возможность стать вторым в очереди. Когда вы находитесь в ситуации развития вашей сделки, вы даже не стремитесь, наверное, даже бесполезно пытаться стремиться к тому, чтобы сделку совершить прямо сейчас. Как мы уже говорили, скорее всего, что-то пока не готово к тому, чтобы заключить сделку с вами. С кем-то сейчас ваш клиент работает. Кто-то сейчас ему эти услуги оказывает, решает эту проблему или готов решить эту проблему в ближайшее время. Если вы приходите в действующую организацию, то, скорее всего, у нее этот вопрос кем-то решен. И вам нужно стать вторым в очереди. И находиться вторым в очереди до тех пор, пока существующий поставщик не совершит ошибку, пока он каким-то образом не выведет из себя вашего клиента, пока у вашего клиента не сменится лицо, принимающее решение, пока не сменятся какие-то условия внутри компании, и в это время лицо, принимающее решение, осмотрится по сторонам, и тут-то уже стоите вы. Причем знакомый мозгу, который говорит, с ним можно работать. Поэтому давайте думать, что мы можем делать, каким образом, какими маленькими касаниями мы можем разогреть нашего клиента. Все, что мы сейчас будем перечислять, оно не даст немедленного эффекта прямо сейчас. Но это то, что подтачивает вашего клиента. Постепенно, небольшими действиями, эволюционными мероприятиями вы перестраиваете своего клиента, вы перестраиваете отношения к себе. Поэтому, если вы считаете, что какое-то из мероприятий, названное сегодня, не сработает, в одиночку точно не сработает. Но если вы будете пользоваться им регулярно на протяжении какого-то времени, если вы к нему будете добавлять другое незначительное мероприятие, которое на 1% будет менять отношение к вам, то 50 таких действий дадут вам уже 50%. Среди них действительно нет того, которое разом переключит отношение к вам или разом поможет совершить сделку. Разогрев — это термин, это процесс, который описывается термином «вода точит камень». Точите камень своего клиента. Что у вас есть? Одно из первых касаний, которое очень хорошо работает в качестве упаковки для ваших заходов, для ваших запросов, это вау-касание, когда вы удивляете своего клиента, когда вы после встречи или вы после каждого телефонного разговора отправляете ему красиво оформленный отчет по встрече. Вот посмотрите, это шаблон нашего отчета по встрече, который мы отправляли после каждого разговора. Мы там описываем содержание встречи, цель вопросов, что нужно сделать одной стороне, что нужно сделать другой стороне, какой результат будет получен, если обе стороны сделают это все, ну и контактные данные. И когда человек получает такой отчет после того, когда поговорил с вами по телефону или после того, когда вы встретились лично, он однозначно говорит, вау, пока мне такого никто не присылал. Еще один вау-эффект, когда вы начинаете официально любопытствовать. Помните, мы говорили про любопытство в предыдущих вебинарах, о том, что вам нужно сменить позицию, вам нужно как можно лучше узнавать клиента. Так вот, вам нужно узнавать как можно лучше не только клиента, но и его бизнес. Один из таких вопросов, которые мы задавали своим потенциальным клиентам, а можно ли изучить ваше производство, можно ли изучить ваши бизнес-процессы, можно ли прийти к вам на экскурсию, можно ли собрать о вас данные для того, чтобы мы передали это всей нашей рабочей команде, для того, чтобы мы подготовили для вас наиболее релевантное предложение. Люди нас приглашали, мы брали их технолога, проходили по их производству, фотографировали их производство, составляли подробный отчет, историю, как создается их продукт, как оказывается их услуга, как организовано их производство, присылали им на согласование. Вы знаете, что нам говорили люди? А можно мы используем ваш отчет в качестве обучающих материалов для своих новичков? Конечно, можно. А можно мы используем... И мы их спрашивали, а можно мы используем этот отчет для того, чтобы опубликовать у себя в блоге или использовать в каком-то брифе? Они говорили, да, пожалуйста. Ну, некоторые, конечно, говорили, что нет, нельзя у нас секретное производство, как-то, например, производство противогазов каких-то. Но другие компании говорили, пожалуйста, рассказывайте нам это только на руку. Вау-эффект, потому что такого никто не делает. А вы даете себе возможность прийти и договориться, организовать встречу, и это все касание, 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 касание. Что еще может быть? Это развернутая визитка или подписка на релизы клиента, когда вы спрашиваете, а где вообще можно подписаться на ваши релизы, чтобы узнавать, что у вас в компании происходит? Чтобы... Мы это прочитали. Далеко не все пишут релизы, но иногда вы узнаете новые контакты. А клиент понимает, что вы действительно интересуетесь. Что такое развернутая визитка? Это файл, который вы можете отправить своему клиенту дополнительно к той карточке с номерами, телефонов и адресами электронной почты. Вот мой файл в Word, который я отправляю клиенту, в котором я рассказываю, что мне интересно, чем я интересен, чем я могу поделиться и чем я зарабатываю. Вот пять ссылок обо мне, вот мое краткое био, вот мои средства связи. Пожалуйста, вам легче будет со мной работать, если вы знаете, что я за человек. И это могут отправлять любые клиенты. Опять-таки, вау-фактор, потому что люди не любят раскрываться. Но когда вы раскрываетесь, вы вызываете удивление клиента и опять-таки лишний раз появляетесь в его поле зрения. Следующее, что от вас нужно клиенту, это ваша экспертиза. Ваши запросы, которые мы перечислили в начале, могут быть упакованы сначала в небольшие подходы, когда вы звоните клиенту и говорите, ребят, ну, нет-нет-нет, мы сейчас не собираемся у вас ничего просить, мы вот тут проводим исследование, зачем вам маркетинг, каким образом разные бизнес-компании или разные коммерческие организации находят себе консультантов, каким образом они ставят задачи, что они поручают решать, какой у них положительный опыт, какой отрицательный, какие советы могут дать, какие предупреждения они могут дать. И вот мы сейчас там 100 компаний из какого-то сектора экономики хотим опросить, собрать и затем всем участникам прислать агрегированные сведения для того, чтобы каждый участник исследования получил знания от всех остальных. Хотите ли ответить на несколько вопросов? И люди нам отвечали на эти вопросы, и было касание к тому, что мы попросили, а потом касание к тому, что отправили анкету, а потом касание, что мы к ним отправили отчет, а потом касание, что мы им отправили благодарность за участие в этом исследовании. Смотрите, каждое касание, точнее, одно всего лишь мероприятие позволило дать несколько касаний и еще и укрепить отношения с клиентом. Вы отправляете ему такое предложение, и клиент сам вспоминает, что вы от него чего-то хотели. И иногда даже и вопрос задавать не надо, и он нам сам говорит, кстати, я в том договор должен был посмотреть, да? Ну да, да, помните. Сейчас, да, напомню ребятам, чтобы они прислали вам обратную связь. Что вы еще можете в экспертных касаниях делать? Какое-то участие в анкетировании. Вы можете отправлять цитаты из книг какие-то, если вы просто можете продемонстрировать, что вы читаете какую-то специальную литературу, или вы можете отправлять цитаты или саммари из каких-нибудь статей, которые опубликованы в отраслевых изданиях. Вы можете отправлять письма руководителя. Это тоже интересная штука, когда вы начинаете просто делиться позицией по отношению к образованию, к детям, к отдыху, к саморазвитию, еще к чему-то, для того, чтобы еще раз продемонстрировать свои интересы или интересы своего руководства, для того, чтобы показать их жизненную позицию. А чем лучше, понятно, жизненная позиция человека, тем больше интереса с ним работать. Вы еще можете отправлять и подборки по профилю клиента, когда вы после встречи с ним говорите, вы знаете, мы уже похожие задачи решали вот в ваших отраслях, вот так вот они выглядели. И отправляете ему подборку с решениями, которые он может использовать. Вы можете отправлять свои релизы о работе, вы можете отправлять чужие статьи, если не пишете свои. Ну или вот можете отправлять какие-то клиенту советы, каким образом он может сделать что-то сам. Вот сейчас кризис, сейчас люди стараются экономить, сейчас они берегут свои ресурсы, а вы им говорите, хорошо, мы понимаем вашу позицию, мы с вами работаем в долгую, поэтому сейчас мы вам посоветуем, как вы можете это сделать без нашего участия. Вот инструкция. Не факт, что будет делать, но факт того, что вы поделились этим знанием, дали ему какой-то совет, дали ему какие-то чек-листы, лайфхаки, какие-то процедуры, помогает ему записать на подкорку, что он от вас получил что-то полезное. Вы можете мониторить различные тренды, которые вокруг вас происходят, то, чего не успевает делать ваш клиент, и присылать ему говорить, и присылать ему какие-то советы, а вы знаете, в ближайшее время произойдет вот это, вот это, для того, чтобы к этому быть готовыми, надо сделать вот так, вот так, и вот так. И вы можете мониторить тренды, которые касаются не только напрямую вашего товара, или вашего продуктового предложения, вы можете брать связанные с ним отрасли, связанные с ним направления, связанные с ним какие-то вопросы. И тогда компания, которая занимается поставкой окон, может рассказывать о том, каким образом создавать микроклимат в помещениях. Компания, которая занимается автоматизацией оборудования, может рассказывать в целом об автоматизации процессов, о том, каким образом можно автоматизировать, или каким образом можно оптимизировать свою личную деятельность или свою личную жизнь. Пожалуйста, автоматизация в действии, автоматизация в жизни. К экспертным касаниям относятся и избранные ответы на вопросы, когда вы можете отправить человеку письмо и сказать, вот смотрите, чаще всего нас спрашивают об этом, и вот ответы. Вы можете отправлять какие-то приглашения на выступление или материалы своего выставки. Кто-то не выключил микрофон из наших слушателей. Олег, можете отключить микрофон из наших слушателей? Да. Так. Да, готово, выключили. Так, отлично, продолжаем. Вы можете отправлять какие-то обзоры мероприятий, которые вы посещаете, на которые не смог сходить клиент или не могут ходить ваши клиенты, не успевают, а вы становитесь их глазами в отрасли и приносите им в клюве выжимку готовой информации. Следующая группа разогревающих касаний бизнес-клиентов – это бизнес-касания, когда вы помогаете им сделать их работу. Например, вы можете подготовить презентацию о своем продукте не только для вашего лица, принимающего решения, но и для его руководителя, потому что у его руководителя немножко другие интересы, у него совсем другие мотивы по отношению к тому, чтобы с вами был заключен договор. Поэтому вы понимаете, что ваш собеседник потратит свое время, должен потратить свои силы для того, чтобы подготовить презентацию своему начальнику. А вы можете это сделать за него и прийти и сказать, вот готовая презентация, пожалуйста, иди, если хочешь, обосновать это решение. Или вы можете приносить ему какие-то материалы для таких презентаций, или готовые слайды для таких презентаций. В общем, если вы сможете сэкономить его время, можете сэкономить его время, то он вам будет благодарен. Вы можете помочь подготовить ТЗ вместо него, вы можете помогать обосновывать целесообразность руководителю, вы можете выходить на коммерческие службы, чтобы рассказывать им о том, как работает, насколько хорошо работает их сайт, насколько хорошо работает их форма заявок, насколько хорошо работает их коммерческая служба или служба поддержки, и тем самым зарабатывает себе союзников в окружении вашего лица, принимающего решения, которые потом помогут с ним познакомиться или помогут с ним поговорить. Вы можете рассказывать про экспертов, которыми вы пользуетесь. Когда вы говорите, я нашел решение своих бизнеса или мои бизнес-задачи, мне помогли решить вот эти вот компании, вот эти вот организации, вот эти вот эксперты, классные люди, делюсь просто так. Посмотрите, если вдруг у вас появятся подобные вопросы, обращайтесь к ним. Кроме того, вы своим клиентам можете помочь с поздравлениями. Вы же поздравляете своих клиентов, когда вы заказываете для них открытку или когда вы заказываете для них какой-то текст поздравления, вам дизайнер или копирайтер приносит несколько вариантов. Вы один вариант используете, а остальные варианты улетают в урну. Но чтобы они не улетали, вы можете ими поделиться со своими клиентами, прислать ими и сказать, я знаю, что вы собираетесь поздравлять, знаю, что будете заказывать какие-то материалы у нас, вот тут есть готовые, хорошие варианты, мы их просто не взяли, взяли другой. Пользуйтесь. Вы можете помочь им с обменом контактами или с обзором рынка или анализом предложений. Тоже работа, которую человек, ваш собеседник, делает, когда ему необходимо отчитаться перед своим руководством, когда ему необходимо обосновать цену, когда ему необходимо проанализировать рынок. Вы можете это сделать для него и прислать ему готовые отчеты. Когда вы при следующем контакте говорите, уважаемый Сергей Сергеевич, нет, 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 я сейчас не про договор, у меня для вас есть полезное исследование, наши маркетологи, наши аналитики, наш отдел продаж провел сейчас исследование рынка, собрал все данные, составил интересный отчет, если вам это будет полезно для того, чтобы знать о состоянии рынка, я готов вам его сейчас отправить. Отправлять, не отправлять? Ну и вот, и вы отправляете. И когда он уже его получил, говорит, кстати, да, надо посмотреть ваш договор, я же вам обещал ответить. Следующий пункт, следующая группа разогрева B2B клиентов, это развлекательные касания, когда вы свои запросы упаковываете в что-то веселое, или когда вы каким-то образом стараетесь шутить с клиентом. Я, конечно, слышал мнение, что шутить с B2B клиентами нужно осторожнее, потому что чувство юмора у всех разное, но мне кажется, что важнее быть самим собой, если ты можешь интересно пошутить, если у тебя есть что-то веселое, то большинство людей примерно одинаково думает о юморе, примерно одинаково относится к шуткам и к анекдотам, и улыбнется, если это будет необходимо. И это очень работает хорошо. Вот примеры того, как я отправлял, как я использую различные открытки в переписке с корпоративными клиентами. Мало того, что они пишут ответы, типа, обожаю твои картинки, где ты это все берешь, так они еще некоторые из моих приложенных открыток скринят, выкладывают себе в Instagram Stories и еще прописывают, что ржу в голосинушку. Корпоративные клиенты, деловая переписка, но юмор не мешает совершенно. Что еще может быть из развлекательных касаний? Вы можете отправлять им какие-то подборки фильмов, книг, ресурсов, приложений, посвященных решению его бизнес-задачи или посвященных его отрасли. Вы можете приглашать на конкурсы или викторины. Кажется, какие к черту викторины и конкурсы для корпоративных клиентов, но нет. Чуть позже покажу вам пример различных креативных конкурсов, которые проводит журнал «Жить интересно», в котором участвуют самые разные руководители бизнесов, руководители подразделений, в общем, и владельцы компаний. По поводу шуток на рабочем месте. Ничего не помешает вам о том, чтобы в свой прайс-лист или в свое предложение включить какую-то шуточную строчку и вызвать улыбку клиента. Рассчитаться по карте Visa MasterCard бесплатно, рассчитаться по чужой карте Visa MasterCard от двух до пяти лет. То есть, ну, как только вы... Мне кажется, что на этой строчке улыбнется любой человек. А вот, кстати, из развлечений для взрослых, не подумайте неправильно, различные викторины и различные креативные марафоны в журнале «Жить интересно», когда приглашаются люди, когда им даются задания, когда они хотят отвлечься от своей работы, когда они хотят выключиться. Я сейчас читаю интересную книгу на пике, так вот, в ней описывается положение большинства руководителей, положение большинства ответственных лиц, что они постоянно включены в работу. И им нужно помочь выключиться из работы. Потому что, если он выключится из работы ненадолго, он сможет отдохнуть. Но мы выключиться не можем. И если вы можете помочь ненадолго отключиться от работы, отвлечься на другой вопрос, интересный, увлекательный, то тогда клиент будет вам благодарен. Следующее развлекательное касание, которое у нас вытекает, это поздравления. К сожалению, мы поздравляем клиентов чаще всего со стандартными праздниками, Новый год, 8 марта, 23 февраля, кто-то там с 9 мая поздравляет, но все наши поздравления тонут в вале аналогичных. И на нас просто не обращают внимания. Поздравлять нужно с тем, с чем клиента большинство не поздравляет. Мы, например, брали отраслевые праздники и негосударственные праздники. Это наши открытки. Причем моя рекомендация, если хотите поздравлять, опять-таки отличайтесь, позовите дизайнера, хорошего иллюстратора, не качайте открытку из интернета. Нарисуйте какую-то вашу индивидуальную интересную открытку, веселую, и отправьте ее своим клиентам, которые относятся к этому празднику. Кстати, одного клиента можно поздравить с несколькими профессиональными праздниками. Через одного... А, я рассказывал про это на прошлом вебинаре, как через одного из секретарей мы прошли поздравить ее с Днем Историка, потому что она закончила исторический факультет, с Днем Секретаря, потому что она секретарь, с Днем Строителя, потому что она раньше работала в строительной компании, и с Днем Нефтяника, потому что она сейчас работает в нефтяной компании. Вы это можете легко автоматизировать. Вот так это выглядело у нас в CRM-системе, когда, создавая карточку нового клиента, нам нужно было назначить вот эти вот праздники, с которыми мы хотим его поздравлять. И затем система сама сформировала подборки клиентов, которым нужно отправить открытку. Вы можете отправлять не только с профессиональными праздниками. У вас есть и государственные, и государственные, и Дни Родов войск. Помните, мы говорили о том, что нужно научиться задавать вопросы клиенту? Так вот, если вы знаете, в каких Родах войск служил человек, тогда вы можете поздравить его с Днем Родов этих войск. И на это поздравление мужчина отреагирует гораздо более эмоционально, чем на поздравление с 23 февраля. Из негосударственных праздников, вот, пожалуйста, примеры. Можно поздравлять с Днем Русского Языка всех подряд, с Днем Борьбы со спам-рассылками всех подряд. Вы можете поздравлять с Днем своей фирмы или с Днем фирмы клиента. Сходите в бухгалтерию, попросите или зайдите в контрфокус, выгрузите ИНН клиентов, по ИНН найдите дату образования фирмы и поставьте на эту дату поздравить своего клиента с Днем его фирмы. Он иногда и сам не знает, когда у них День фирмы, а тут вы такие пришли и поздравили. Можно поздравлять с Днем Рождения детей. Тоже очень мощный повод, особенно для женщин. Вот, пожалуйста, пример того, как руководитель компании выкладывает у себя в Инстаграме пост поздравления с скриншотом поздравлений от детского мира, в котором рассказывают, что окей, вы можете купить у нас подарок для нее и чистая джинса, но при этом она рассказывает, как ей приятны и какие они молодцы. Людям это нравится. Можно поздравлять с именинами людей, если не знаете дату их дня рождения. Вот, пожалуйста, это Инстаграм директора по маркетингу банка, который, получив поздравление от интернет-магазина с Днем Именин выкладывает точно так же в социальную сеть и говорит, как здорово, как, черт возьми, приятно. А именины – это возможность поздравить несколько раз в году. Поэтому пользуйтесь. Вот я рассказал про эти решения здесь, что у нас еще есть, День Кермысу. Все рассказал. На примерах ранее. Если вы не знаете, когда поздравляют с Днем Рождения, окей, просто задайте вопрос и спросите. У нас для вас есть подарок. Мы бы хотели вам направить открытку, но не знаем, когда это сделать. Можете нам ответить или нет. Один из моих знакомых, производители спортивной одежды, которую они отшивают для различных администраций, крупных корпоративных, спортивных команд, работая с лицами, принимающими решения, с крупными корпоративными клиентами, прямо устраивали такой спор. А можно я, ну, как бы менеджер, задавал вопрос клиенту. Можно узнать, когда вас поздравили с Днем Рождения? Не, не надо мне поздравлять с Днем Рождения. Ну, позвольте, я угадаю, когда у вас День Рождения. Угадай? Ну, попробуй угадай. 5 мая? Не угадал. Хорошо, с меня шоколадка. Куда отправлять? Таким образом, человек отправлял адрес или прямо сейчас вручал ему шоколадку приз со стола, если общались лично. И такой вопрос он задавал клиенту при каждой встрече. А можно я еще раз угадаю, когда у вас День Рождения? В итоге, как мне рассказывал мой знакомый руководитель компании этой, все клиенты в итоге сообщали дату рождения. Извините, пожалуйста. Следующий вопрос про промо-поздравления в социальных сетях. К сожалению, есть такие подходы, когда некоторые люди, некоторые клиенты заходят в социальную сеть вот такого лица, принимающего решения, и в его День Рождения пишут у него на стене пост. Я вас поздравляю с Днем Рождения. Как специалист в подставке метизов, я желаю вам, чтобы у вас все было скреплено лучшим образом. Мы всегда сможем сделать вам подарок нашей метизы от нашей компании, если вы только попросите. Ну, то есть человек начинает рекламировать свою услугу, упаковываясь в День Рождения. Вот так делать не надо. Следующая группа, которая у нас вытекает из развлекательных касаний, это подарочные касания, когда мы что-то должны еще и подарить клиенту после таких встреч, после таких разговоров с клиентом, после таких поздравлений часто возникает вопрос, так, хватит открытки дарить, где подарок? Важно в таких подарках дарить эмоции, а не вещи. Потому что, когда клиент, когда вы пытаетесь своего клиента, извините, пожалуйста, я не знаю, слышно ли вам мое животное, которое сейчас ходило по комнате, но мне его было слышно очень хорошо. Давайте вернемся к теме. Важно дарить эмоции, а не вещи. Не пытайтесь удивить своего корпоративного клиента каким-то дорогим подарком. Мало того, что это может восприниматься как взятка, так еще и он, так еще и вы растратите все свои бюджеты на то, чтобы такие подарки делать. Важнее удивить клиента. У вас такая возможность будет, если вы хорошо знаете своего клиента, если вы задавали ему вопросы, если вы интересовались его жизнью, если вы интересовались его историей, тогда есть возможность сделать что-то удивительное. У нас такая история была, когда я за 30 рублей получил контракт в банке. На одной из встреч, которая закончилась там в 5 часов, большинство участников стало и сказало, все, мы идем, нам нужно уходить, у нас корпоративный курс английского языка. А руководитель, который принимал участие с их стороны, осталось. А вы? Да, я хорошо знаю английский язык, я всего Гарри Поттера в оригинале прочитал. Так вот, факт Гарри Поттера прочитала в оригинале на английском языке. Значит, мы это записываем. А когда я пошел собирать подарки для тайного санта в офисе на Новый год и зашел в магазин брелков, я увидел брелок дары смерти из Гарри Поттера. Я купил этот брелок за 30 рублей, вручил ей через игру Донетки, чтобы она еще его угадала. Она была в полном восторге. После новогодних каникул я получил в почте письмо с приглашением обсудить новый контракт. Первый контракт, который у нас был с этой компанией. Потому что это была эмоция, цепляющая интересы конкретного человека. Что еще можно интересного дарить корпоративному клиенту? Многими корпоративными клиентами в длинных циклах продаж у нас появляется ситуация, когда он уходит в отпуск. Спросите его, куда он поехал в отпуск. Человек сказал, ну все, я в Хорватию поехал. Хотя вот непонятно с нашими эпидемиями, когда это будет в следующий раз. Но люди будут ездить по России, люди будут ездить когда-то снова за границу. И этот повод можно будет использовать. Вы узнали, куда он ездил. Купили в магазине фотоальбом вот такой вот с окошечком на лицевой обложке, в которую вы сможете вставить картинку. Клиент сказал, я поехал в Хорватию. Вы идете в это время к дизайнеру, говорите, сделай мне какую-нибудь картинку с Хорватией 9 на 9. Он вам делает, вы ее вставляете в это окошечко. Следующая встреча с клиентом, вы ему приезжаете, спрашиваете, как съездил в отпуск. Он говорит, да, вообще все было хорошо. Много сфотографировали, от 1500 фотографий в телефоне. Да, понимаю, все не пересмотреть. Достаете из-за спины фотоальбом, говорите, вот вам фотоальбом, лайфхак, как сохранить воспоминания. Выбираете 100 лучших фотографий, печатаете, вставляете, будете пересматривать долгими зимними вечерами. Такой подарок даже брендировать не надо, потому что это точно запомнится, кто мне это подарил и в каком контексте это было. Подарки без повода клиентам. Пожалуйста, как я уже говорил, не обязательно делать дорогие подарки. Вот бизнес-школа, которая ориентирована на руководителей компании, работы с руководителями компании. У себя в Инстаграме пишет, у нас день арбуза, пожалуйста, сегодня жарко. Приходите все, кому интересно, поесть арбуз. Понятно, что почти никто не пришел, но кто поедет в офис специально поесть арбуз. Но все увидели, что такой подарок был. Вы появились лишний раз в поле зрения и лишний раз в поле зрения с предложением сделать что-то хорошее. Пожалуйста, еще одна история про контракт за шоколадку, когда мы тестировали мобильное приложение службы доставки и нам нужно было что-то куда-то отправить. Поэтому мы решили взять шоколадку и отправить кому-то из наших клиентов. В это время директор по продажам сказал, ребят, какая шоколадка корпоративным клиентам? Вы что, смеетесь? Они на нас как посмотрят, пальцем и виска покрутят. Мы сказали, ну давай, хорошо, давай отправим сейчас шоколадку клиентам, которые у нас два года ничего не покупали. Два года ничего не покупали? Давайте отправим. Хорошо, выбрали из базы таких клиентов, отправили шоколадку, один из них сделал заказ. Хотя мы на него вообще не рассчитывали. Неожиданные мелочи в подарок. Приглашение в общий проект со СМИ, ну а выступление спикера, если вы кого-то к себе пригласили. Все это вы можете делать в виде подарков, отдавая своему клиенту, когда ваша пиар-служба, например, договорилась размещение какой-то колонки или участие в каком-то проекте, и вы пишите своим клиентам и говорите им, что мы сейчас вот в таком-то СМИ участвуем в таком-то проекте, если вы хотите принять участие вместе с нами как эксперт, со своим мнением, пожалуйста, напишите нам, мы подумаем, как это сделать. Вы можете делать подарки чужими руками. Если у вас действительно большая база, вы можете выходить на разные совершенно компании, которые предлагают свои услуги, и которые заинтересованы в ваших клиентах. Важна внимательность. Для того, чтобы вы могли делать подарки, которые удивляют вашего клиента, вам нужно проявлять любопытство и внимательность о них. И тогда вы сможете сделать такие подарки, которые они никогда не забудут. Одному из руководителей крупного банка мне нужно было сделать подарок, я понимаю, что у него все есть, чем я его могу вообще удивить. но на одной встрече я увидел, что у него стоит диплом о том, что он пловец, он любит плавание, я понимаю, что пловцу, я ничего, профессиональному пловцу, я ничего не могу подарить такого, чтобы он не знал лучше, чем я. Тогда я просто нахожу книгу по плаванию, нахожу олимпийского чемпиона, прошу олимпийского чемпиона сделать автограф этой книги и дарю ему книгу. Он, конечно, берет свои руки и говорит, ну я ее читал, ну вот этого вы точно не читали, открываю книгу, а там автограф олимпийского чемпиона по плаванию. Человек в восторге. Для него это становится важным сувениром, это становится уже не книгой, это становится настолько сильной эмоцией, что он готов дальше продолжать с вами разговор. А вот вам, пожалуйста, еще один кейс Тартолина, еще один кейс кондитерской компании, в которой нужно было решить очень сложный вопрос с городской администрацией. И когда у нее остался там последний шанс поговорить с мэром города, который бы мог принять решение в их сложной ситуации, она выяснила, что этот человек является прошлым строителем и принесла ему торт творцу и созидателю. Как она говорит, вопрос был решен. «Затортик», на котором было правильно написано позиционирование этого человека. Пожалуйста, кроме всего прочего, вы можете дарить настоящие книги или электронные книги, вы можете проводить тест-драйв в своих продуктах или давать подарочные образцы этому клиенту. Книги, кстати, классная штука. Один из кейсов моих знакомых в издательском доме, в котором менеджеры, обсуждая на мозговом штурме, что было бы очень классно для их продаж, принесли такую фразу «Было бы здорово, если бы клиенты сами к нам приезжали в офис, а не мы по ним ездили». Когда они обдумали, как это можно сделать, они решили, что «Ох, можно дарить книги». И их звонок клиенту потенциальному начинался со слов «Нет, я сейчас не обсуждать размещение». Мы с вами в прошлый раз разговаривали о поиске персонала. Так вот, мы прочитали очень классную книгу о поиске персонала. Мы специально купили для вас экземпляр «Приезжайте, ждет вас в офисе». Люди приезжали за этими книжками. Они мне показывали свою кладовку, где вот прямо стопочка книг лежит для таких подарков, для того, чтобы раздавать потенциальным клиентам. Ну и вип-касание, которое вы можете делать, когда вы можете сделать клиента героем в своих глазах, это, во-первых, вы подчеркиваете его статус, работая руками. Каким образом мы работаем руками? Мы можем писать письма от руки. Когда вы какие-то коммуникации, когда вы какие-то предложения упаковываете в письменную форму. Люди это очень сильно удивляет. Кстати, отличный лайфхак с существующими клиентами извиниться за косяк своей команды или за свой собственный. Когда вы пишете извинения от руки на своем фирменном бланке и отправляете. В моей практике все такие извинения приводили к тому, что люди только восторгались от нашей реакции и говорили, ну, с вами точно можно дальше работать. По поводу лайк маркетинга, который я назвал выше. Это еще одно вип-касание, когда вы начинаете знакомиться с клиентом в социальных сетях. Только, пожалуйста, поймите правильно, это как вот с картошкой, у которой есть зеленые ягоды и клубни. Есть лайки, когда люди просто ставят всем подряд такие лайки и не задумываются о том, зачем это нужно. А есть вдумчивый лайк маркетинг, когда вы читаете, что пишет клиент, когда вы смотрите на его интересы и когда вы поставив лайк, сразу же пишете комментарий. А почему вы поставили лайк? Что понравилось вам в этой записи? Что вызвало ваши вопросы? Какой у вас есть аналогичный опыт? Какая у вас есть точка зрения на то, что рассказал человек? Вы начинаете создавать тот самый диалог. Вы точно так же начинаете, как с письмом, работаете руками, здесь вы начинаете работать головой. Вы начинаете знакомиться с человеком и раскрывать его и раскрываться сами. Кроме того, вы можете запрашивать консультацию у клиента, если это уместно, когда он является профессионалом в своей отрасли и вы у него спрашиваете, уважаемый Иван Сергеевич, а вы бы не могли мне рассказать, как правильно выбрать кухню, если он является руководителем компании по производству кухонь. Вы можете приглашать людей к соавторству в свои статьи, в свой блог. Как мы говорили, вы можете приглашать их в исследование, а вы можете пригласить их стать экспертом в ваши будущие публикации или даже, может быть, вы книгу пишете и вы пригласите его соавтором в книгу. Вы можете у него запрашивать контент для вашей собственной рассылки, давать различные сертификаты за достижения, просить у него комментарии к чужим новостям. Например, вы прочитали какую-то новость, вы знаете, что у вашего клиента есть точка зрения или потенциального клиента есть точка зрения на этот счет, и вы ему звоните и спрашиваете, вы знаете, вот тут вышла статья по теме вашей отрасли, вы согласны с ней или нет? Даже просто поговорить и спросить. Так вот, если вы освоили все вот эти вот касания, о которых мы сейчас говорили, то вы тогда сможете подогреть каждый контакт. У вас будет подарочная упаковка, которая полезна вашему клиенту, и ваш контакт, ваш вопрос, который вы вкладываете, будет открыт. В качестве домашнего задания оставляю вам книгу маркетинг по любви. В ней описаны 70 способов таких касаний, как работает, как не работает, почему делается, почему не делается, сколько стоит, и что нужно для того, чтобы это автоматизировать и внедрить. По QR-коду можете направить письмо с заявкой на эту книгу. Важный вопрос, который среди всех этих 70 касаний. Ну, если я вот так вот сейчас это все начну использовать, то я могу не то, что разогреть своего клиента, я его могу перегреть и достать, и даже со всеми своими подарками он начнет от меня отписываться и прятаться. Балансируйте, не надоедайте. Ваша задача подобрать оптимальное решение, но, еще раз повторюсь, вы или будете заходить на клиента с вопросом, когда ты рассмотришь мой договор, или вы будете приходить к клиенту с предложением что-то взять и потом спрашивать, когда ты рассмотришь мой договор, вы или будете надоедать со своими вопросами, которыми вы обязаны заниматься, или вы будете каким-то образом смягчать эти вопросы в работе со своим клиентом. Итак, какие еще у нас есть поводы для контакта, кроме вот тех, про которые мы сейчас сказали. Есть ваши охотничьи задачи. Ваша задача быть не просто охотником и отстреливать своего клиента, но каким-то образом притягивать его к себе, находить еще поводы, кроме тех, когда вам нужно получить от него какой-то ответ, какую-то информацию или какой-то контакт. Ну, как мы уже сказали, у вас должны быть записаны все праздничные даты, когда вы сможете выходить на контакт с любым из ваших клиентов, с которым вы сейчас разговариваете. Во-вторых, у вас должен быть так называемый календарь случайных дат, когда вы пишете, посылаете подарочек без повода, когда вы просто отправляете вопрос, как дела, когда вы просто отправляете информацию о том, что происходит в вашей компании. Когда у вас появляются новые контенты и кейсы, то есть вы должны отслеживать, что пишут ваши пиарщики, что делают ваши рекламщики, что пишет продуктовый отдел, что он публикует на сайте. Все, весь контент, который появляется внутри вашей компании, как мы говорили, вы можете переупаковать в профессиональный и начинать транслировать своему клиенту. Он не ходит в ваше издание, он не ходит на ваш сайт регулярно, он не читает ваш блог регулярно, но вы как блог, как сайт, как издание можете к нему приходить и рассказывать, смотри, у нас есть новая классная статья, смотри, у нас есть новый классный контент, который мы подготовили для наших клиентов. ты еще не наш клиент, ты еще потенциальный клиент, но тебе ничего не мешает сейчас уже начинать пользоваться им. Еще одно, еще один повод, когда вы можете выходить клиенту на контакт, это любые изменения в вашем бизнесе, продукте или ценах. Мониторьте, что происходит внутри вашей компании, готовьте свои собственные дайджесты, и как только у вас собрались какой-то набор изменений, берете всех своих потенциальных клиентов и сообщаете им. Мы в последний раз с вами встречались такого-то числа, я вам рассказал, что у нас в компании все устроено так, у нас вот небольшие изменения. На всякий случай сообщаю, чтобы вы при следующей заявке не ошиблись или не рассчитывали на то, чего у нас нет. Дальше, что еще нужно сделать во всей системе разогревающего маркетинга. Я вам сейчас рассказал про кучу разных возможностей, кучу разных способов упаковать ваш запрос. Но без системы это останется кучей. Вам нужно превратить ее в конкретную встроенную систему, чтобы использовать. Для того, чтобы вы могли регулярно и системно контактировать со своими потенциальными клиентами, упаковывать все свои запросы в конкретные полезные предложения, у вас должна быть та самая система хранения контента. Не надейтесь на ваших пиарщиков, не надейтесь на ваших рекламщиков. У вас, как у продавца, должна быть своя система. Во-первых, вы должны записать, откуда вы берете контент. Не обязательно это брать из своей головы, хотя своя голова это тоже хорошо, но ресурсами для вашего контента является и пиар-служба, которой вы можете регулярно спрашивать, что они там пишут, что они публикуют, ваши маркетологи, которые готовят рекламные материалы, новые презентации, новые страницы на сайте, другие продавцы, которые что-то готовят для своих клиентов, которые что-то готовят по другим продуктам, ваш собственный сайт, за которым вы смотрите и который вы перечитываете, там тоже все время что-то появляется. Ваш руководитель сверху, которого вы тоже можете спрашивать, что я нового могу сказать нашим клиентам, какие у нас есть изменения. Да даже контент для письма директора тоже может быть использован с помощью руководителя. Ну и запросы ваших клиентов. Всегда со всех встреч, где клиент задал какой-то вопрос, думайте, какой контент вы можете подготовить в ответ на этот вопрос. Что письменного вы можете зафиксировать в своей базе контента, чем вы потом будете делиться со всеми остальными клиентами, которые этого вопроса не задавали. В вашей системе должны быть готовые шаблоны, чтобы вы быстро могли отправлять отчет по встрече, чтобы вы могли быстро создать какой-то бриф или техническое задание, сформировать какую-то презентацию или коммерческое предложение. Готовые брифы в кейноуте, в пауэрпойнте, в пэдэфе, в борде, но не важно. У вас должна быть высокая скорость создания этого самого контента и высокая скорость реакции. И не только высокая скорость реакции, но и высокая скорость качественной реакции. помните, мы говорили про принцип социального влияния симпатия. Люди легче реагируют на то, что им симпатично. Ваши документы, подготовленные в сжатые сроки, должны быть симпатичными. В них должны быть симпатичные тексты, в них должна быть симпатичная верстка, в них должен быть симпатичный дизайн. Позаботьтесь об этом заранее. Дальше. В вашей системе создания контента должен быть календарь, когда вы публикуете что-то у себя в блоге, начните вести свой собственный блог и создавать этот собственный контент. Возможно, вы будете писать с какой-то регулярностью собственные статьи, вести свой собственный дневник кейсов, в котором вы рассказываете, какие проекты вы начали, какие вы завершили, какой опыт вы получили при выполнении этого кейса. календарь создания новых инструментов, новых чек-листов, новых калькуляторов, календарь создания открыток к профессиональным праздникам. Когда нужно подготовить открытку Дню Нефтяника, когда нужно подготовить открытку Дню Строителей, Дню Машиностроителей или Дню Науки? Олег, Марина, который нужен ваш рубильник. Олег? Мне сейчас вам рассказали, как вы должны работать по госконтракту. Я, на кого должны ссылаться? Я и говорю, я два раза прошу Олег, у кого включен микрофон? Квостополи включил микрофон. Хорошо, продолжаем. Итак, календарь создания открыток, календарь поздравлений, то есть тех праздников, когда вы собираетесь что-то делать, и календарь вашего собственного юмора, когда вы собираете свои собственные шутки, открытки, то, что вы будете прикладывать к различным коммуникациям со своим клиентом, и тех самых подборок, которые вы можете отправлять своим клиентам. Дальше у вас должна быть система хранения, где все это лежит. Не пытайтесь это все собрать, все в кучу, типа там, для корпоративных клиентов, то есть распределите систему каталогов, где у вас это все есть, чтобы вы могли вслепую найти нужный файл, нужный документ и очень быстро могли это сделать. Чем быстрее вы можете найти нужный контент для своего клиента, тем короче сроки реагирования для разогревания. Если вы свалили все это в кучу, и вам это трудно найти, вы будете ограничиваться простой коммуникацией со своим клиентом. Вы будете что-то делать по-быстренькому, вы будете делать все как обычно, вам нужно сделать понятную среду, в которой вы сможете быстро прикреплять, быстро обогащать свою коммуникацию с корпоративным клиентом. Какие-то плейлисты на видеоканале, собирайте уже у себя сейчас те видосики, которыми вы сможете поделиться с клиентом, которые вы сможете быстро собрать или сбросить ссылку. Собирайте структурированные библиотеку изображений, юмористические изображения, инфографика, различные там кейсы, калькуляторы, какие-то каталоги по типам контента. Вот тут у меня статьи, вот тут у меня советы, вот тут у меня факт лежат. То есть начинайте, даже хотя бы создайте пустую папочку или папку, в которую вы положите один единственный файл, но потом к этому файлу будут прибавляться и все остальные. Когда вы будете знать, куда положить, у вас контент теряться не будет, он у вас будет аккумулироваться в одних руках. Ну и последнее, что нужно будет сделать, это автоматизировать ваши касания, потому что логичный вопрос, который мне задают после всего и всей этой истории, вы можете делать вот это, вот это, вот это, они говорят, как это все делать со всем нашим огромным списком клиентов. Когда все это я сделаю? Это невозможно. Нет, конечно же, в одиночку работать с огромным списком клиентов или потенциальных клиентов нереально, но вы можете поручить эту работу алгоритмам, которые могут делать это за вас. Но как только я рассказывал про алгоритмы, тут же возникает вопрос, а поговорить с корпоративным клиентом, Это же ведь важный клиент. Как можно поручить алгоритмам общения с этим самым важным клиентом? И тут сразу же ответ. Вообще, вы с большинством своих клиентов уже давным-давно разговариваете как робот. Вы разговариваете через письма, вы разговариваете через мессенджеры, вы разговариваете через обезличенную коммуникацию. То же самое может делать и алгоритм. Если вы можете отправить сообщение, точно так же сообщение может направить и алгоритм. Поэтому разделите своих клиентов на те вот 20-80 по правилу Парета. Вот 20, с которыми вы будете говорить по телефону, а вот 80, с которыми будет общаться ваш алгоритм. Что нужно для этого сделать? Во-первых, вам нужно описать процесс вашей коммуникации с клиентом. Ну, опишите в этот бизнес-процесс и триггеры, которые позволяют вам, заставляют вас выходить на новый контакт с клиентом, который дает вам сигнал, что вы сейчас должны совершить какое-то действие. После того, когда у вас описался вот этот вот бизнес-процесс коммуникации с корпоративным клиентом, вы создаете шаблоны. Писемь, сообщения, подписи, реакции, поздравлений вы взяли и написали, что бы вы сейчас в этом бизнес-процессе написали универсальному клиенту. А после того, когда у вас есть бизнес-процесс, когда у вас есть шаблоны для этого бизнес-процесса, у вас появилось готовое задание на разогрев лидов для CRM. Приходите к вашему интегратору, приходите к вашему программисту и говорите, вот мой процесс, который я делаю, вот мои клиенты, которых я заношу, я хочу, чтобы CRM им самостоятельно отправляло нужное сообщение. И сообщало мне, если поступит какой-то ответ. И тогда у вас появляется система разогрева отношений с клиентом. Тогда ваша работа с корпоративным клиентом трансформируется. Подробно про то, как это можно сделать, я рассказываю в книге «Цифровая трансформация бизнес-отношений», которая сейчас готовится к изданию. Вы можете сделать предзаказ по ссылке на этом слайде или сфотографировать QR-код и перейти на страничку, где можно сделать этот самый предзаказ. Итак, итоги сегодняшнего вебинара. Во-первых, вам нужно сменить подход к работе с корпоративным клиентом в длинных сделках. Вам нужно понять, что вы будете не только за ним охотиться, вы будете его чем-то приманивать, вы будете ему что-то отдавать. Во-вторых, вам нужно создать разогревающую упаковку для вашего списка целевых действий. Вы что-то хотите сделать, и вам это надо, и это ваша работа. Но это должно быть упаковано во что-то полезное, что клиент возьмет, на что он обратит внимание. В-третьих, вам нужно найти дополнительные поводы, кроме тех, что у вас есть в виде целевых действий. В-четвертых, вам нужно создать свою систему создания и хранения контента, которую вы будете аккумулировать, собирать, обогащать. И потом вы можете это автоматизировать и поручить большую часть работы по разогреву корпоративных клиентов конкретно простым алгоритмам. И тогда и просить клиентов не надо, как рассказывал Волантмастер и Маргарита, придут и сами предложат что-то сделать. Если этот вебинар был вам полезен, я буду очень признателен. Если вы сделаете предзаказ на мою книгу «Цифровая трансформация бизнес-отвешений», если вы поможете выйти ей в бумаге, это очень просто. На проекте BoomStarter есть самые разные спонсорские пакеты от 250 рублей до 10 тысяч рублей, в рамках которых вы можете получить еще и мою непосредственную консультацию. Если вы сразу не отправили запрос на эту презентацию, пожалуйста, у вас есть еще одна возможность. Вот адрес моей электронной почты, напишите письмо «Подогрев B2B сделок» или просто телефоном кликаете по QR-коду, и он сам отправит письмо с запросом на мою почту. А я готов ответить на ваши вопросы, если они у вас еще остались. Коллеги. Да, подключайтесь или включайте звук и называйте свои вопросы, или можно написать в чат. Дмитрий, Олег Бойцов, хотите что-то узнать еще? Ну, как говорил мой преподаватель, если вопросов нет, Дмитрий, большое спасибо за реакцию. Если вопросов нет, значит, все понятно или непонятно ничего. Надеюсь, что вариант непонятно ничего не подходит для сегодняшней лекции, все предельно ясно. Просто нужно брать и использовать. По моему личному опыту, работа с корпоративными клиентами в течение последних 20 лет, это работает прекрасно. Иначе бы я не находился сейчас там, где я нахожусь. Предлагаю и вам это взять в свою практику и удерживать своих клиентов, не терять ваши корпоративные сделки. Олег, еще раз благодарю Marketing People за приглашение, за организацию вебинара. Я надеюсь, что получился интересный цикл, полезный для слушателей, который можно использовать в практической деятельности. Олег, вам слово. Да, Андрей, спасибо большое за выступление, за весь курс. Будем готовить теперь записи лекций для отправки всем, кто проспал сегодня, по всем подписчикам предыдущих. Спасибо всем, кто участвует в нашем мероприятии со страницей Фейсбука. Вам тоже всем привет и большая благодарность. И, соответственно, будем ждать всех на наших новых мероприятиях. Андрей, еще раз спасибо и до свидания. Всем всего хорошего и успехов. Ловите крупную рыбу. Пока.